Последнюю в этом посту божественную литургию прежде священных даров митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил в храме святого великомученика Пантелеймона. Церковь признана архитектурным памятником XVIII века и храняется государством. Недавно там закончились реставрационные работы. В Великую Среду Страстной Седмицы богослужение в Пантелеймоновском храме возглавил глава Санкт-Петербургской митрополии Владыка Варсонофий. В своей проповеди архипастырь вспомнил, как Мария Магдалина из блудницы стала мироносицей, как Господь принял ее мира, купленная на деньги, заработанная нечестным путем, как Иуда продал Христа за 30 серебряников. Для нас это два урока, две противопоставленных друг другу истории покаяния блудницы и предательства ученика. Господь простил женщинам все грехи, а этот человек не смог простить прощения. Если он бы сказал, Господи, что я наделал, я пошел к Сиэндрион и уже тебя там как будто сдал, вернулся и сказал, прости меня, Господь простил бы его. Но нет, вот эта страсть с ребролюбием, которая в нем палала, сидела, она, конечно, и довела его до самоубийства. Это тоже нам урок. Нельзя никакие страсти держать в себе. Обращаясь к прихожанам, митрополит пожелал оставшиеся до Пасхи дни прожить в молитвенном настроении с сокрушенным сердцем. После богослужения правящий архиерей осветил написанные для храма образы. Для меня дополнительный подарок, кроме того, что на этой службе литургии предисвященных даров служил Пресвященнейший Владыка, он также осветил икону веры, надежды, любви и матери их Софии. Это просто большой подарок. Надеюсь, что теперь в храме можно будет приложиться к моим святым. Как и Никойский морской собор, Пантелеимоновский храм посвящен русской воинской морской славе. Об этом напоминают мраморные мемориальные доски на фасаде здания. На них перечислены полки, сражавшиеся в начале XVIII века при Гангуте и Гренгами. Также в церкви размещается экспозиция, рассказывающая о подвигах Петровского флота на Балтике, о доблести наших воинов в Северной войне. В 1936 году этот петербургский храм был закрыт. Начиная с 1994 года богослужения возобновились. Я в этот храм пришел 11 июля 1996 года. Мне было 17 лет. Я отлично этот день помню. Просто пришел, мне здесь так понравилось. Я никогда до этого в храмах не пел. Но что-то просто какая-то атмосфера была удивительна. Храм не был таким, как он сейчас. Он только был возвращен в церкви православной. Здесь не было такого благолепия, такой красоты. Я пришел сюда для того, чтобы попытаться найти в храме ответы на очень простые жизненные вопросы. кем быть, как находить внутри себя силы для того, чтобы не грешить. Как общаться правильно с окружающими тебя людьми. И до сих пор я ответы на эти вопросы в этом храме получаю. И именно поэтому я здесь. Вот здесь. Продолжение следует...